Доброе утро всем! 1 апреля 2019 года, в стране День смеха, но не могу сказать, что мне особо весело. Я еду на РЕН-ТВ, сделал все, что мог, и с голосом, и с общим самочувствием. Правда, поспать особо не удалось сегодня, какая-то бессонница напала. Но надеюсь, что я справлюсь, у меня все получится. Я в районе метро-ботанический сад. Тот редкий случай, когда я приехал чуть ли не на час раньше и уже опаздываю практически на полчаса. Тут натерпелся приключений. Зашел в шоколадницу, попил кофейку, а у метро-ботанический сад какие-то проблемы с геолокацией. Я через Тугис, через Яндекс-Навигатор пробивал, где я нахожусь, и долго не мог попасть. Иду вроде правильно по маршруту, раз он пишет, что я неправильно. Итак, я замучился 30 минут блуждать. Вызвал такси. Такси приехало не туда, потому что точка, где я сидел в шоколаднице, оказалась неверной. Только заплатил зря за ложный вызов такси. Вот такой вот трэш происходит здесь. В итоге созвонился и иду пешком туда. Бегу со всех ног. Вот покажу вам, как выглядят окрестности. Надеюсь, что скоро буду. Но вообще тут полтора километра пешком. В моем состоянии, конечно, очень тяжко. В кончу сейчас соберусь, все получится. Ну что ж, интервью позади. Мне кажется, что, в принципе, мне все удалось. Хотя была сложная такая тема экстремальных западных свадеб. Это свадьба под водой, свадьба над каньоном и свадьба в ледниках. Вот, ну, посмотрим, что получилось. Вот как раз сзади меня находится офис РЕН-ТВ в бизнес-центре Ультрамарин на улице Докукина. Ладно, дело сделано. Теперь ориентировочно это 1 мая, либо где-то в мае. Посмотрим, что получится. И вот, наконец, я дома. Приехал на такси, на Яндекс.Такси. И это меня снова вдохновило на то, что надо все-таки начинать новый плейлист. Может быть, сейчас попробую запишу первое обращение, первый выпуск, который решил назвать такое рабочее название всего плейлиста «Лайфхаки для хороших людей». Потому что действительно вещи будут очень полезные. Посмотрим, что из этого получится. Хотя сейчас не лучшее время для записи. Но, может быть, так потренируюсь немножко перед завтрашним мероприятием. Потом распечатаю сценарий, пробегусь, подготовлюсь и надеюсь сегодня пораньше лечь спать, чтобы завтра быть бодрым, свежим и нарядным в Крокусе. Итак, мне все это удалось. Вот в том вот предыдущем наряде, который вы только что видели, я снял свой первый выпуск нового плейлиста про Яндекс.Такси. И надеюсь, что он будет действительно полезным, потому что все сказанное там правда. Поэтому сегодня у меня такое вот неожиданное, несмотря на мое больное состояние, обновление моего YouTube-канала. Сижу, готовлюсь к завтрашнему дню. Распечатываю тексты. Скорее хочу лечь спать. Бенелёнок сегодня молодец. Снова умывал у стоматолога. Заработало две игрушки. Вот я от них закрылся тут, чтобы никого не заразить. И готовлюсь к завтрашнему мероприятию в Крокусе. Ладно. Пока-пока. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok